Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Полина Шорохова, и утренняя информационная бригада нашего канала. В Новгородской области определили победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры». Наибольшее количество положительных отзывов от родителей маленьких пациентов набрали работники регистратуры детской поликлиники Боровической центральной районной больницы. Цель конкурса – совершенствование работы медучреждений. Основными критериями оценки участников конкурса было не только создание условий, обеспечивающих формирование и распределение потоков обратившихся, своевременную запись и регистрацию больных на прием к врачу, но и вежливое и внимательное отношение к пациентам. За время проведения конкурса новгородцы заполнили более 3,5 тысяч анкет. Региональный департамент здравоохранения подвел итоги работы отрасли в минувшем году. Смертность по-прежнему превышает рождаемость, хоть этот разрыв постепенно и сокращается. Чаще всего жители области умирают от болезни системы кровообращения, на втором месте – онкология, на третьем – дорожно-транспортные происшествия. Поэтому одна из главных задач – сделать более доступную специализированную медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Будем развивать систему здравоохранения, будем привлекать дополнительные деньги, в том числе и через развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому от вас потребуется все ваше знание и умение в этом вопросе. Все так же остро стоит вопрос. С кадрами области не хватает 160 врачей, более 200 фельдшеров и медсестер. Самые востребованные специальности – участковые терапевты и педиатры, работники скорой помощи, анестезиологи, реаниматологи. Из 52 медучреждений полностью укомплектованы лишь 16. И в их числе благодаря программе «Земский доктор» больницы Батецкого, Поддорского и Шимского районов. Эта мера поддержки дает неплохие результаты, отметили на коллегии. Как и областной закон о предоставлении единовременной целевой выплаты в размере 500 тысяч рублей на приобретение жилья. Возможно, в будущем для медиков появятся и другие льготы. В Великом Новгороде продолжается ремонт дорог. Что приятно, работают бригады по ночам, чтобы не создавать пробок на дорогах областного центра. Пока ремонт ведется лишь в рамках содержания. Соблюдение технологий строго контролируют сотрудники мэрии. Требования простые, понятные. Не класть асфальт в дождь, соблюдать температуру при укладке, проще говоря, следовать технологиям. Всего в этом году на содержание ремонт дорог из городского бюджета выделено 68 миллионов рублей. Сумма небольшая, но самые проблемные участки Великого Новгорода асфальтом закатать обещают. В рамках содержания у нас вообще-то планируется весь город. То есть все ямы, которые у нас превышают нормативное значение, не должны быть заделаны. Это есть норма. Поэтому, ну вот сейчас ребята закончат майским праздником на площадь, чтобы мы хорошо на демонстрацию вышли. И после этого уже передвинутся, скорее всего, на торговую сторону. Это улица Панкратова. Дальше западный район – это улица Коровникова и Близлижайший. Ну и дальше по графику будем смотреть, где самые у нас проблемные участки. В мэрии признаются, денег на ремонт дорог всегда недостаточно, особенно в условиях дефицитного бюджета. Впрочем, если по опыту прошлых лет появятся дополнительные субсидии из областного и федерального бюджета, в дорожнике справятся и технику найдут, и бригады будут готовы работать и днем, и, как видите, ночью. В молодежной библиотеке «Читай город» открылась фотовыставка «Память о войне», представленная на выставке экспонаты фотографий с фондов Государственного музея политической истории России. На кадрах моменты сражений, быт оккупированных территорий и тыла, а также портреты участников боевых действий. Отдельных, запечатленных на фотографиях героев, а то, что их всех можно назвать героями, тех, кто победил, мы в этом не сомневаемся, кого-то мы знаем. Очень многие имена, к сожалению, нам неизвестны. Выставка «Память о войне» представляет редкие и ранее не публиковавшиеся документы того времени. Работы известных фотокорреспондентов перекликаются с фотографиями, созданными ветеранами войны, передавшими в музей снимки своих личных архивов. Также на выставке представлены кадры с бойцами войск-союзников, открывавших Второй фронт, фотографии разрушенного Рейхстага. Увидеть своими глазами эти уникальные снимки любой желающий может в библиотеке «Читай город» на Кочетово до конца мая. У меня на этом все. Далее о погоде. Я прощаю. Желаю вам продуктивного рабочего дня. До встречи.